Всем привет. А мы сейчас с Федей гуляем. Федя пошел в лужу. Смотрите, 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 что делает. Федя! А, отошел. Федя! Даже можно в лужу? Мы сейчас погуляем. Я его пойду спать уложу. Вот, потом он покушает, когда проснется. И мы пойдем за Арсенин в сад. Потом зайдем в магазин, купим немного продуктов. И приготовлю ужин. Я знаю, что буду готовить, в зависимости от того, что куплю. В общем, оставайтесь. Привет! Привет-привет! Ладно выпендриваться. Пойдем, иди играй. Да. Я тебя поснимаю, иди. Он кричал, а ты сейчас для чего? Ну, чтобы я на него обратила внимание. Он хотел помахать. Тебе нужна, да, Анна? Конечно. Федя, ты кричал, потому что ты хотел поздороваться, да? Понятно. Поздоровался? Молодец. Привет! Какой красивый день! Какой красивый пень! Какой красивый я! И песенка моя! Зачем ты снял варежки? Федь, холодно, холодно. У тебя руки ледяные. Да! Да, давай! Тебе же ручкам холодно. Солнышко-то светит, но... Ну, как бы так вроде тепло, но руки ледяные у него. Сегодня с утра было 0 градусов. Еще? Опа! Так, вон, красиво так. Вообще, прям, вон, какие деревья красивые. Обожаю осень, обожаю май. Обожаю осень, обожаю май. Я к тому, что... Я люблю вот такую вот осень, да, когда красиво. И люблю май, когда все расцветает. В общем, я думаю, вы поняли, да, что я люблю. Я не знаю, чем я его делаю. Кстати, мне в жарко сейчас. Надо бы, может быть, снять. Это мне... Отдали 100 лет назад. Вот этот вот шарф. Он такой стрейчер на резинке. Да он не идет к этой куртке, в общем. В принципе, в общем, в общем, в общем. Ношу я его. Ношу. На безрыбье, как ты говоришь, на безрыбье. И рак рыбы, вот. Чего? Чего ты кричишь? Федя. Федь. Помаши рукой. Привет, мой хороший. Покатать? Раскатать? Сейчас раскатаю. Ой, как Федя сильно качается. Арсений его раскручивает на этой качели. Или закручивает, а он раскручивается. Ему прям нравится. Ой, клево. Вообще погода клевая. Прямо здорово. Когда так, да? Когда нет дождей. Когда дождей, даже выходить никуда не хочется. Кстати, мой новый зонтик из ОК, который за 200 рублей это я купила. Одна спица уже сломалась. Точнее, как сломалась. Арсений не хотел дорогу переходить, дождь был. Ну, а у нас там после садика очень много машин. И я, короче, его немножко толкнула открытым зонтом. Ну и все, она сразу отлетела. Я реально, я просто прикоснулась. Ну, в общем, я так и следовала ожидать. Ладно, избавляемся от хлама. Чего? Как Федя качается высоко. Федя меня ногами пачкает. кто-то малыш до колясочки а я хотела сейчас помыть голову думая с утражей мою мы сейчас помою а мне лёша сказал 0 градусов но сейчас вроде потеплее но сейчас не 0 градусов конечно думаю нафиг была простуда недавно под носом болела недавно нафиг думаю сейчас положу голову помою зашли не пойду с чистой головой что слезаешь качаться будешь вот мы вместе серий так вот так что вы такие вот дела не знаю что-то надо приготовить сегодня на ужин суп есть какой гороховый суп есть но не знаю я что готовить подумаю лишь прошу может он что-нибудь хочет так что такие вот дела ладно давайте до вечера будем гулять сейчас он пойдем не знаю на горку пойдем он не пойдем ну короче на этой горке он залазит вот куда туда 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 с лёшей то он как бы нормально лишь туда может залезть достать его ну я же не буду по этой горке пойдем он по колесикам полазим там кораблик в общем найдем чем заняться давайте до встречи до вечера я федя я федю гуляла или хочет спать федя 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 это перепенд repay Odin 겨 уткать я ia бы все погуляла но ему надо он сегодня рано встал 신ерсение капризничий не хотела идти в другой куртке шаги но кто и в который он хотел уже б как бы ну свежо и И он разбудил Федю. Ну как бы разбудил 7 часов, Арсений в Сиди Сири шел, я Феде сказала спать. В общем, он до 8 поспал, а я легла сегодня в 4 утра и встала, блин, получается, в 8. Но ситуация-то в том, что обычно Федя в 10 встает, в пол 11. Ложится он у нас сам, ну, вот он, знаете, как, он ложится в 10 тоже, ну, в 11 бывает. Федя, ну, просто посмотрит на тебя, целует всех и говорит, я пошел спать. Ну, не говорит, вернее, я говорю, ты спать хочешь? Он такой вроде, да, и все, и сам идет. Мы закрываем двери, и он спит. Я забыла в магазин зайти. Надо в этот магазин зайти. Хочу показать немножко наших покупок. Так, Федя взяла кашу кукурузную, Хайнс, там была скидка на нее. Нам взяла десяток яиц, картошка, морковь, 6 голени и 4 крылышка. Все это дело пожарю. Инжир взяла. Дети попробуют первый раз. Вышла вот эти две штучки на 32 рубля. Майонез взяла, слабаду всегда такой беру. Городская. Конфеты к чаю. Ротфронт тоже скидка по акции. Вот эти вот 35, не знаю, такие не пробовали, первый раз взяла. И взяла вот такое вот тоже печенье. Оно стоит в районе 31 рубля по акции, так в районе 50. Беру уже второй раз. Очень вкусное печенье. Оно такое сахарное. Называется по-домашнему. Вот уже открыли мальчикам. Как бараночки, но оно на самом деле песочное. Вот такое. В общем, вот все наши покупки. Очень вкусно пахнут. Прям очень вкусное. А знаете, кстати, кто делает? Вот Останкинский забор. Останкинский завод бараночных изделий. В общем, очень вкусное. Если вам попадется, попробуйте. В общем, вот эти покупки все вышли на 410 рублей. Чек не взяла. Я вот эту курицу покупала не в Магните, а в нашем соседнем магазине. Она вышла на 217 рублей. В общем, вот все наши покупки в этот раз. Как-то так. Сейчас на ужин буду готовить картошку с курицей. И будет салатик, огурчики с помидорками. Они у нас есть. Вот такой ужин у нас получился. Это моя порция. Все. Всем приятного аппетита, кто будет кушать. Нам тоже приятного аппетита. Всем пока!